О, а какая у тебя? У меня это ответ на вопрос, который сегодня должны задать, ну, примерно раз 500. Я так смутно догадываюсь. Сегодня будет один и тот же вопрос, который мне будут задавать, поэтому я решил ответ сразу в названии стрима разместить. На всякий пожарный. В общем, наше любимое. Битье мягкими подушками. Игра, кажется, очень свежая. Ну вот. Ну, Арч... Ой, Арчер, господи, Спайдер. Аббревиатура известная. Переводится она как? Расшифровывается. Как только, так сразу. Это ответ просто на множество вопросов. Привет, Элис. Привет, Гадвард. Типа, Синка, когда у вас игры на Лиге Наций? А я смогу честно и открыто сказать. Как только, так сразу. Где расписание Лиги Наций? Когда оно появится? Вот как только, так сразу. Синка, а когда будешь стримить другие игры на стриме? Как только, так сразу. Мы тут уже ждем этого сраного расписания второй день. Расписание должно было быть вчера. И его до сих пор нет. Так, это, это поездка, это, это будет ментальный удар в пятую силу, ребята, смотрите. Привет, деймах. Так, попыточка сразу, верится, на зеро все поставить. Рерол. Ох, животненькое. Как там было? Ставлю на зеро. Ну, под пяточку ты прибежал, конечно. Хорошо. Клавса не выбило. Клавса погладило. По-доброму. По-милому. Я вот, у меня только один вопрос. Стоило ли давать, типа, вразмин удар просто с МБ? Ну, ради такой попытки. То есть, ты подставил, типа, раз игрока. Ты подставил второго игрока. Как бы... Ну, я не уверен, что оно того стоило. Призовые в Лиге Наций просто божественные. Как только вы узнали о призовых в Лиге Наций, сразу проиграли первые три матча. Это... Команде-победителю... Каждому игроку в команде... Дадут... Навык любимец фортуны... А любимец публики на одного игрока, на которого захочет. И самое главное... Самое, вот, просто заставляющее рвать жилы... Это... Бладбол 3. Ух, сказал прям, кровь закипела. Бладбол 3, это, конечно, во мне это. Так, СФ отпустился. СФ теперь хорошо. Это правильное, кстати, отпускание. Опять зачем-то ребята лезут в контакты. Вот. А что там про ББ-3? Ну, оно выйдет. Когда? Как только? Так сразу? А ты когда-нибудь брал автовин, если противник после 15 минут не приходил в назначенное время? Нет. Ну, я не знаю, какой. Просто сказали, подарят ББ-3. Ну, как говорил наш капитан, я сейчас процитирую, настолько мне нравится эта его фраза, что ее надо прям рассказывать. Сейчас я найду. Блин, где ж она была-то? Ну, какая хорошая была фраза. Не могу найти, но вкратце было такое, что лучше бы не позорились, и отсутствие приза было бы лучше, чем такой приз. Хватит. Ну, ББ-3 должен выйти. Другой вопрос, что непонятно в каком состоянии она выйдет. Не уверен, что есть смысл ехать в мяч в этой ситуации. Ну, конечно, выбили мячик, но такое. Какой-то прямо ультраконтакт пошел. Все, все на пятую силу, ребята. Другой вопрос, стоил ли, потому что, блин, позиция у Зена плохая. Зен сейчас получит намного более неприятные удары, чем дал. Придцитар. Не нравится мне то, что сыграл Зен. Ну, правда, здесь он аккуратно решил сыграть. Странно. Я бы, конечно, шлепнул бы сюда, склав свой. Как-то он интеллигентно решил. Я имею в виду собак. Ну, допустим. Отжали инвалидика. Ну, вот сейчас опасный момент. Заметьте, клавца вообще просто ничего не делает. Вот ребята крошат друг... Да, господи! Тут уже, наверное, ударов 10 подряд клавцой, даже без пробоев. Что происходит? Когда я играю против клавцы, у меня, по-моему, все месят. Да, понимаешь, дело даже не в пермачах. Просто нет пробоя никакого. Вот это первый пробой за долгое время. Просто, типа, колокол здесь и одна травма здесь. Это при том, что играют две фулл-мб-кл команды. Которые просто, как девушки в малиновом джеме, в бассейне с малиновым джемом друг друга месят. Вот. Я не знаю, спайдер. У меня это... Я уже почти свыкся с тем, что залетают просто массово перманентки. Вот с Диамедом пообщался. У Дио на нурглях ровно те же ощущения. То есть, вот Дио поиграл на нурглях и говорит, тоже, типа, начали залетать смерти пачками. А я хз, с чем это связано. Короче, Собак первее понял, чем Мастер Зен, что клавца не работает и надо играть в мяч. Ну, говорю, у меня четыре команды подохло в этом сезоне. О, Дио нургли уже несколько раз подохли. Ну, что-то странное. Девятый армор просто перестал работать. Девятый и восьмой. Они стали по уровню, ну, типа, как халфлинги условные. Это очень странно. Ну, у меня, скорее, ощущение, что... Че-то... Че-то все это началось после перезагрузки серверов. Че-то после перезагрузки серверов началась какая-то дичь. Придчатук. Господи, ни одного пробоя клавцой. Это потому, что когда ты бьешь клавцой, это седьмой армор, и игра такая. Ну, седьмой армор мы не наказываем. Ну, я не знаю, Дарий, но вот говорю, после перезагрузки сервера... ...гномы и орки просто превратились в решето. У Дио нургли превратились в решето. То есть, буквально процент 4 плюс травм вырос раза в 2, наверное. В смысле, это очень сильно чувствуется. Последний раз я такое испытывал в начале 30-х сезонов. Вот когда я взял чемпионца на андетах, у меня потом 4 сезона подряд... ...4 сезона подряд... ...реген был 20%. Я, типа, реально взял табличку, посмотрел каждый матч... ...и у меня на, там, 200 бросках регена было, типа, 20% регена. То есть, я вроде выигрывал дедами, но я не мог крафтануть тим. Они просто умирали. Я после этого, в общем-то, и закончил играть на дедах. А самое смешное, что у некров при этом был стандартный разброс регена... ...50-55%. Это очень странно. Я не знаю, может, просто сезон такой выпал, как бы, у нескольких людей, что вот такое ощущение. Но дохнет все как-то капитально просто. Понимаете, как бы, я на гномах играю отлично. У меня гномы никогда так не умирали за 500 матчей. У меня хаос за 500 матчей никогда так не умирал. Окей, некры умирали. Некры нормально. Некры у меня уже два сезона умирают. Наверное, это ок, учитывая мету Ладдера. К некрам у меня чуть поменьше вопросов. Разве что по какой-то причине у некров... ...реген работает только на... ...всякую дичь. Ну, типа, на обычные травмы. На серьезные не работают. Ну, если ББ-3 выйдет, конечно, это хорошее замечание. Мне чорки нравятся. Я бы за кхарнитов поиграл. Скорее, пока склоняюсь к харнитам, потому что... ...можно будет поиграть остро. Мне хочется ярких ощущений, поэтому я склоняюсь к харнитам. То есть, хорнит это будет нечто про... ...как бы так описать помягче. Ну, типа, Норрса с регеном, условно. Мне очень нравится эта концепция. Ультра-агрессия вот эта вот... Привет, Дива. Ну вот да, я говорю, у вас с ногогрызом тоже, например, просто какая-то дичь с травмами. Я говорю, процент перманенток в этом сезоне чудовищный. Ну, просто чудовищный. В ладдере, по крайней мере. То есть, вот как-то... ...как-то в рубле это меньше заметно. В ладдере просто дичь. Просто дичь. На самом деле, я, конечно, и Некров, и Дедов еще попробую в этом. Неправильный додж. Я еще Некров и Дедов хочу попробовать в БВ-3. Ну, Дио, ты же помнишь, что нас всех отметят? То есть, когда появляются паринги в этом, тебя отмечают через команду дискордную. Поэтому, как говорится, как только так сразу. Я не знаю, что они так долго. Ну, единственная теория, которая, мне кажется, верной. Дело просто в том, что они так хорошо отметили Рождество, что до сих пор как бы не в состоянии. Чудовищная дабла. Был довольно простой гол. То есть, с реролом это был реально простой гол. Учитывая, что этот парень просто дает вкладку. Обидно должно быть сейчас Зену. Очень простой гол не получилось прокинуть. Это, конечно, печально. У меня тут недавно был момент. Я, значит, играю в ладдере во время ситаровского стрима Назавра. Мне попадается вроде бы нормальный игрок. Джо Лае. Он, ну, типа, с нормальной статой. Типа, ну, как Годвар, около того. Типа, что-то умеет играть. И он на хуманах. Я на некрах, вот, без флеш-голема, без вайта. А я хотел просто сыграть одну игру для проверки. Если смысл играть некорми дальше. И, знаете, он начинает просто играть какую-то лютейшую, неадекватную дичь. То есть, он прям реально совершает какие-то космические ошибки. Все привозит. Просто ужас. Я сижу, у меня задница кипит. И потом я это все рассказываю еще в чате Ситара. Мою как телка. И мне кто-то говорит, типа, чел, ну, так у него 25 декабря. Он, наверное, просто бухой-то уже в салат. Я подуспокоился, чудом вытащил ничью. Хотя наиграл на победу. Я захожу в чате к чуваку из сборной Скандинавии. Деддл Квисту. И встречаю там Джулайе, который пишет, типа, I just played Singola. Not an ideal opponent. When you have had a few beers. И потом он рассказывает, что, типа, всю игру зверски мисплеил. Нафл подарил ему, типа, ничью, тра-та-та-та-та. Вот. Я такой, ну, ясненько. Диагноз оправдался. Привет, Верита с Феррум. Да я никуда особо не пропадал. В смысле... У меня бывают иногда моменты, когда я не стримлю какое-то время. Но... Как это выразиться-то? Меня, как Наруто Пэйна, удалили с СК-2ТВ одним ударом. Я ничего поделать не мог. Не знаю, Дио, там, блин, понимаешь? Представь, что ты играешь с хуманами, которые тебя избивают. Которые тебя избивают. Мисплеят по КД. То есть, чел, чел. Умудрился при перфик-дифинсе... При перфик-дифинсе... Дать выталкивание Блицера волком с поля. Притом простейшее через, типа, два 2D удара. Я... Я... Я так горел с этого. Просто слов нету. Ну, вот. Поговаривают, что будут кхарниты. Может быть, не сразу. То есть, если сразу, то я начну, ну, типа, вот, не кредиты это. Но кхарниты, говорят, либо будут на старте, либо одними из первых. А, вот. Кто-то там из разработчиков рассказывал. Да если вам будет помойка, играть в это никто не будет. Какая разница? А, понятнее. Да это вот я и рассказываю, как попал на хорошего тренера, который был 25 декабря в ночь пьяный в салат. Там меня больше всего выморозил момент, представьте. Восьмой ход. Короче, у меня было три хода на гол некрами. Оппоненту на хуманаха выпал ПД при фулл составе. Представляете, да? Короче, и там возникает ситуация, что он на, вот, на восьмой ход, вместо того, чтобы, типа, уронить волка и помарчить войта, то есть, два единственных игрока... Запусти реплей. Слушай, ладно. Я покажу. Окей, это хорошая мысль. Я так горел просто. Ух. Я не знаю, я ненавижу игры, когда человек показывает какие-то фантастические мисплеи и разбирает меня. Но, с другой стороны, у него была, как бы, уважительная причина. Он был в салат. Это, это немножко успокоило меня во время матча, когда мне подкинули эту идею. И успокоило после. Я, я понимаю, что для многих людей напиться в салат на праздники, это, ну, как бы, как бы так правильнее описать-то. Верное жизненное направление. Я не осуждаю. Отличный маг. Очень трудный будет розыгрыш у Зена. Отличный он потому... Отличный он не по идее, идея средняя. Отличный он потому, что дал пробой. Ну, это всяко лучше с поиска Дета, который, по-моему, 24-часовые алкостримы проводят каждую неделю. Я к тому, что, в общем, неплохо бы знать меру. Понимаете, о чём я? Я, я не осуждаю. Но когда-то каждую неделю проводишь 24-часовой алкострим, на здоровье это хорошо не скажется. Вот. Ну, пас правильный, да. Хорошо сыграно. С другой стороны, козёл салон находит простые кубы и выбивает. Но так хоть какие-то шансы на игру есть. Демонстрирует титаническое здоровье? Знаешь, Ситар, я бы описал это несколько иначе. Я бы это скорее позиционировал как полное следование идеи. То есть, понимаете, человек играет на Норсах, и он позиционирует себя как настоящий Норс. То есть, он как бы... Это идеальный отыгрыш. Вот так я бы это описал. Это такой своеобразный, идеальный отыгрыш. Натуральный косплей, которому веришь. Я, правда, ничего хорошего в этом не вижу. В плане... Пить это не очень здорово. Рисковый мув от Зена, но понятный. То есть, почему он пошел этим, а не пошел этим? Во-первых, чейн-блок. А во-вторых, если бы он выбил, то смог бы подобрать мячик и позакатить. Но у Зена кубы не залетают. У Зена просто не залетают кубы. Инвалидик бьет. И Зен не нажимает ПО. Вот понимаете, человек так хочет выиграть, что даже ПО разучился нажимать. Ноль пробоя Да! Слушайте, на секундочку, это правильно Тринадцать ходов Полного Фулл контакта Двух откровенных отбитосов С пачкой МБКЛПО Ноль Одна Ну это немножко ненормально Зато я захожу играть на гномах в ландере И меня на тысячу Этому Меня на тысячу ТВ Орки без всего делят на ноль Что происходит вообще? Не обязательно Ситар это говорит о том, что они научились позицион Это вполне может быть скорее мысль о том Что игра Рисковый, кстати, додж Это додж скорее ради сейва Тима Чем ради прикрытия меча Ради прикрытия меча надо было оставаться на месте, наверное Да, вот я говорю, игра хочет их научить Меня, видимо, игра уже не хочет учить позиционки Поэтому просто душа А тут ребятам дают порезвиться В общем, сейчас мы это досмотрим Благо сегодня реплеев не так много Покажу вам игру, которая вот сожгла мое седалище Вот добил себе день на некрах У той игры, правда, есть один положительный итог Два даже положительных итога Ситар, меня игра, по-моему, просто перманентно учит держать удар Я бы уже хотел бы перестать принимать удары У меня там психологическая присуха Я не знаю, как что Ну вот Меня психологическим ударом в печень уже невозможно наказать Мне кажется, после последних игр в ладдере Просто у меня так подгорело с вот пьяной игры в жолае То есть, ну я с ним много играл, на самом деле Слушайте, я сейчас посмотрю У меня с ним игр сыграно до задницы Я в этом уверен Челтонор, на самом деле Но просто то, как он играет пьяный Это, блин Ну а теперь у нас 2-1-1 Ну не знаю Ну это сейчас вы увидите, короче Как он на хуманах отыгрывал Это удар хватит Обидно немножко за Зена В том плане, что в первом тайме он точно заслужил 1-1 Я имею ввиду гол, а не даблу, которую он кинул вместо гола Вот Да нет, слушай, спайдер, я не совсем согласен В первом тайме, в первом тайме точно Зен заслужил гол Во втором тайме все было немножко сложнее Опять же, заметь, что Ну как бы в плане пробоя тоже происходила некая дичь Ну вот То есть, ну Ну как-то странновато, короче А, это был рофл Извини, просто В чате столько как бы глубинных рофлов, что ты Не всегда выкупаешь Ну я смотрю, правда Так как счет 2-0 Зен даже не думает о том, чтобы Забивать У Зена простая мысль А давайте еще на посылок попробуем Убить Пятую силу Зен, а ты не боишься пятки в ответ? Ну, к слову Есть маленький вопрос Осталось ли подставлять пятую силу под блиц с МБК ЛПО? ПОшечка Вот это, кстати, ошибка То есть, ну Этот удар можно было не получать То есть, можно было на это место поставить совершенно спокойно Ну, например, козлика с борьбой То есть, силовой воин, он намного важнее козлика с борьбой Ну, к слову, это тоже маленькая ошибка от Собака Потому что Вот эти ребята никак не добегают Сюда можно было просто дать 3 куба Кинем сейчас квадру, я бы посмеялся Я понимаю, что счет 2-0 Но, как бы Можно было дать квадру, прикрывшись Финдом Прикрывшись, типа Эх, квадру Триплу Прикрыться зверечеловеком Вот это вот все Ну, ладно Надеюсь, уже не хотелось получать ударов качественного игрока Ну, еще будет дружеский фол Да, будет дружеский фол борьбой снизу Приятно видеть, конечно Дух Руба Элла в этой игре Да, 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 я согласен В прошлом, в прошлом драйве это имело смысл А сейчас это было просто попыткой Красиво суициднуться под конец Не очень понятно, зачем надо было красиво суицидиться Но радует, что наконец-то Собак дает 3 куб Нет, не 3 куба Окей Притом он бьет почему-то в нулевого козла Я бы бил бы 3 куба в одного из Из вот этих О, дольше ради фола Ну, заедак Животненькое Ну, окей Ну, а сейчас пробоем что-то не то Блоков было много То есть давайте прикинем 21 пробой против 9 61 блок против 38 И то есть, грубо говоря За 100 блоков Одна травма? Серьезно? У каждого в команде По 3 МБ КЛПО Одна травма за 100 блоков на двоих? Ну, как бы Травма 95 Он украл Он украл все мои инжери роллы Ребята, вы посмотрите Или я у него украл Не знаю, как лучше Девяносто пять Вот это тоже аномалия Только другая А здесь травма 91 Играет 2 человека Полный МБ КЛПО команды Друг против друга Девяносто один травма И девяносто пять травма Это какой-то позор Это позор Хватит это терпеть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok